Просил бы, несмотря на то, что это не прямая, казалось бы, ваша обязанность, но тем не менее, я вас прошу быть с ними в тесном контакте. Провести совещание с руководителями оборонных предприятий Владимир Путин поручил Александру Бричалову накануне. В целом, несмотря на трудности прошлого года, отрасль справилась с поставленными задачами. Четверть выпущенной продукции предприятиями ОПК гражданского назначения. Но нужно ускоряться. Очень важно, чтобы они не допускали сокращения численности персонала. А там это пока есть. Незначительно, но все-таки есть. Понимаю, мы с вами знаем, с чем это связано, с сегодняшним днем, с сокращением определенных объемов производства, заказов. Тем не менее, нужно все делать для того, чтобы удерживать уровень занятости. Глава Удмуртии уже сегодня на встрече предложил руководителям предприятия ОПК заключить соглашение о развитии, поставить перед ним конкретные задачи. Он лично готов продвигать продукцию предприятий Удмуртии на внешние рынки. Успешные примеры есть. Лифты мы продали вне Удмуртии больше, чем на 300 миллионов рублей. Представляете, Кировская купила больше, чем в Удмуртии установленная лифта. Это мой клиентский партнер. К слову, если об этом говорить, я поставил перед своей задачей. Глава республики должен лично продать на 2 миллиарда плюс продукции в 2021 году. К слову, несмотря на пандемию, экспорт гражданской продукции в прошлом году вырос. Только медицинское оборудование и бытовую технику предприятий республики отправили в 17 стран. У них успешно получается перестроиться, казалось бы, огромное консервативное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Но у многих появились экспортные отделы именно по гражданской продукции. Мы с нашим центром поддержки экспорта, со всеми у нас идет индивидуальное экспортное сопровождение. Возможность завоевывать новые рынки сбыта есть не только у крупных предприятий. Об этом глава Удмуртии также говорил во время онлайн-встречи с президентом. Республика вошла в топ-3 рейтинга по экспортной активности после Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в Удмуртии запустили собственный маркетплейс, на котором сегодня бесплатно свои товары продают 136 малых компаний. Для меня и для всей команды, которая занимается экспортом, массовая миграция компаний на электронные площадки – это одна из задач. Потому что оглянуться не успеешь, а уже там не важно, пандемия или не пандемия, все продается у тебя через компьютер. И вот в этот момент там важно быть. Владимир Путин отметил также успехи региона в строительной отрасли. Когда по стране наблюдался спад, в Удмуртии наоборот – выросло количество вновь вводимого жилья. Альбина Валикжанина, Илья Дериндяев. Новости.